всем привет друзья с вами хюга и сегодняшнее видео по пт2 будет посвящено рубрике вызов принят так уже довольно давно она не уходила на моем канале думаю что многие по ней соскучились так как и я в общем сегодняшнее видео это будет скорее всего это топовый видос по вызовам потому что он будет нереально интересный и сложный он специально сделан так то что скорее всего многие из вас даже вряд ли смогут повторить это сейчас все поймете в общем неделю назад я создал свою группу стиме как я уже говорил в предыдущих видосах не туда начал потихонечку народ подтягиваться с группы вконтакте собственно с канала из видосов вот и один человек мне предложил довольно интересный вызов и заодно спросил почему вызов не уходят на канале вот соответственно свое оправдание могу сказать то что вызова не ход вызова не уходит только потому что я хотел для вас подобрать что то такое невероятно классное четко то чтобы многие из вас бы вряд ли смогли повторить вот именно вот это видео которое сейчас посмотрите она именно таким и будет вот и этот вызов будет считаться вправо самым сложным которые мы когда-либо делали вместе вот и также хочу сказать огромное спасибо моей команде с который я выполнял этот вызов вот слово скажу что это видим мы записывали во время с 2 сходки которая теперь будет происходить в нашей группе в стиме я провожу по вечерам когда мне свободно время и соответственно желание поиграть со своими зрителями подписчиками так что если вы хотите поиграть и поучаствовать в наших сотках то обязательно подписывайтесь нашу группу в стиме ссылочка есть в описании ну что ж и то эти уже собственно перейдем к этому вызову и соответственно видосу вот видоса к сожалению буду часто это озвучивать в sony вегас я вообще смотрю и при live так скажем трансляции озвучиваю в общем сейчас у данного вызова состоит вот в чем нам нужно пройти хайс по названию точка кипения на сложности битвишь также должен в первой жизни собрать команду из четырех человек неважно это будет рандомные люди либо друзья и также все четыре члена команды должны на протяжении всего от этого хайста использовать один из самых на мой взгляд также и думаю что на взгляд моих напарников бесполезный перк под названием якудза в общем и также дополнительно одна задача под конец хайста все грабители должны быть живы то есть все должны уйти с этой карты вот сейчас можете слышать также переговоры тут мы вместе как бы общаемся когда играем и даем небольшую инфу вот без неё как бы играть было бы вообще невозможно и тем более скучно вот так что тут все определи нормы так вот что я хочу сказать конкретно по перку якудза почему я считаю то что он самый такой скучный бесполезный нашей игре вот я считаю это имя потому что во первых это платный двуси и оно должно быть хотя бы на полтора раза лучше чем какой-то бесплатный перк во вторых этот передает единственное что хорошее это халявный берсерк то есть при том что у нас когда будет мало хп мы будем получать халявный дэмэдж дополнительный точный дэмэдж с ближнего оружия также дополнительную скорость и топовый перк этого и топовая карточка этого перка дает нам 25 процента к резисту брони это все положительные плюсы данного перка ну как говорится все в этом очень сильно ошибались под конец этого видео думаю что всем нам понравится этот перк потому что он показал себе на данной карте очень даже неплохо то есть мы все играли практически вот как я сейчас у меня абсолютно сейчас почти нету хп я остаюсь буквально на один-два шота какой-нибудь простого юнита либо вода тазера но при этом я живу вот и на протяжении всего видео я помню буду всего лишь где-то примерно три может быть это четыре раза там плюс минус отклокера вот и к слову хочу сказать то что у нас так скажем тим тима не топово то есть у нас один человек 100 уровня 2 у нас на 98 как я вижу третий семьдесят восьмого уровня и я пятьдесят девятого то есть у нас скиллов почти вообще ни у кого нормально не прокачано кроме одного человека так вот и это считается дополнительной сложностью к этому еще нереально сложно вызову так что если вам не жалко то можете прямо сейчас поставить лайк так как мы все вместе очень сильно старались чтобы этот ролик собственно вышел свет вот в принципе у нас довольно то все неплохо пока что проходит мы уже взорвали одну по ложку вторую перепрограммировали взорвали стенку заходим тут кстати лежит к локер что в первый раз я конечно видел этой карте вот я никогда еще честно говоря не слышал точнее не видел даже что кокер может лежать после взрыва стенки здесь вот и самое главное мы чтобы записать данное видео вы сделали примерно 6 попыток еще за кадром то есть вы видите их в конце видео мне уж так попросили выложить так скажем неудачные моменты чтобы вы показали чтобы вы посмотрели на всю эту боль и страдания вот они принципе сейчас потихонечку предлагаемся на лесопилку и сейчас будем потихонечку обороняться и также смотреть за ими бомбы чтобы она как можно скорее взорвалась уже и мы зашли внутрь в общем вся суть этого дэйтвиша считается в том что вам как повезет со спауном вот и на 6 раз вот довольно неплохо повезло со спауном противника в принципе не так много было но все-таки они спаунились и довольно больших количествах до этого же у нас спауны противников были просто нереально сложные они спаунились это всюду просто сверху сбоку спереди сзади при этом спауны были такие хорошие что давали сразу по нескольких бульдозеров в минуту немного другое таки письмейкеры выкладывают якобы ну типа сильные билзы типа в по идее мало ну так садина к слову обсуждались всякие различные темы что касается только конечно по идее вот и к слову конечно к сожалению мой голос не будет слышно потому что при записи каким-то образом оказалось что нажал кнопку которая выключается на микрофон и к сожалению на собственно записи видео не слышно как я говорю так вот и давайте нажим пожалуй по традиции мы будем с вами обслужать какие-то всякие различные последние темы которые связаны с северкилом также с по идее и первая же тема которую я хотел бы с вами поговорить она будет касаться steam и вентаря по идее так вот в четверг предыдущий это нас дайте я посмотрю по календарю это было у нас 19 число и именно 19 числа из игры были убраны два довольно старых и популярных сейфа даллас и спутник сейфы вот они были убраны с той целью то что сейфов нас в игре сейф у нас в игре довольно сейчас много и игроков бомбит потому что когда они заходят раз в неделю им чаще всего падают кинет сейфы дешевые тем более сейфы там которые стоят буквально по 3-4 цента ну или в наших рублях примерно где-то может быть 90 копеек либо 80 вот и на замену этим тум старый сейфом вышел новый сидни сейф который мы как всегда с вами панговали в предыдущих видосах довольно уже давно вот и что касается если брать сидни сейфа то скинтон довольно прикольные яркие красивенькие и как раз подходит к тематике сидни вот и думаю что если у меня получится это как-нибудь даже парочку из этих сейфов открою так вот и также что еще хочется сказать про steam вентаря по идее то что скорее все он будет в будущем довольно неплохо развиваться то есть у нас в игре также есть еще очень много всяких ненужных сейфов это можно взять даже боди сейф который также никому не нужен уже много-много-много месяцев его никто не покупает его никто даже мне кажется просто даже тупо не открывать потому что если вы будете забивать пушки из этого сейфа на тп то есть торговой площадке вы найдете очень мало их настолько мало что просто жесть даже я как-то хотел поискать себе дробовик из джимми сейфа который похож на скин азимов вот и он был на такого площадку который мне был нужен всего лишь один единственный и стоил он черт побери там по-моему несколько тысяч вот и мне конечно легче говоря это саму выбить этот скин и либо какого-то более худшего качества купить так что мне кажется то что у нас стим вентарь в пд будет в скором будущем довольно неплохо и быстро развиваться вот и к слову если вы были умным человеком и вы покупали сейфы далласа и спутника когда они стоили буквально копейки там по 40 по 30 копеек и если вы покупали то в скором будущем где-то может быть через месяцев 5-6 это правильно вам нужно подождать эти сейфы поднимется в цене ну буквально в раза в два может быть три и вы сможете их продать за гораздо большую цену чем купили вот и имя лично сейчас внутри лежит 100 спутников 120 далласов и не знаю я подожду может быть годик может быть чем-то больше и я стану очень дико богатым как у нас было в одной песни от филиппа киркорова вот так вот и так же 2 довольно нашумевшая последнее время тема конкретно в по идее то что в реке как-то помню сообщили то что актер который собственно играл в трейлерах озвучивал собственно также трейлерах вульфа решил уйти из студии и соответственно больше с ней не работать на что конечно у многих собственно фанатов и игроков по идее довольно сильно бомбануло но не бомбану еще больше вот на что overkill предлагают два развития варианта что делать с вульфом то есть на в игре либо overkill как за какой-то промежуток времени ищут нового актера который которому точнее придется полностью перезвучить данного персонажа при том если будут выходить новые трейлеры с нашей классической командой ему придется там играть вот а соответственно overkill нужно платить деньги актеру все-таки актер работает не за просто игровую слова соответственно за то чтобы купить себе не знаю хлеба и ну и в общем но вы поняли так вот соответственно с этой стороны overkill довольно очень много проблем и не предложили второй вариант который в разы проще но на который сгорит по-любому у всех пользователей по идее лично даже у меня overkill предлагают убить вульфа чтобы не тратить деньги на перезвучку также время и вообще полностью убрать его из игры или просто даже заменить на кого-то другого хайстера вот не знаю как вы лично считаете но убирать вульфа из по идее то есть убивать его это настолько большая ошибка overkill это как введение где всех скинов дрелей сейфов по идее и вообще вот это вот довольно странной ошибкой экономики так вот не знаю как вы считаете так что напишите обязательно в комментариях что вы думаете по этому поводу правильно верки ли сейчас ведут свои мысли то есть сейчас вот уже не знаю сколько время прошло после опубликания этого новости но горит до сих пор у всех очень ярко так вот и также еще последняя тема на которой бы сами хотел поговорить это касается открытого бета-теста скиллов собственно по идее 2 я находил я заходил на него последний раз пример где-то 3-4 дня назад там вышла небольшая обновка которая дорабатывает старые скиллы которые уже были на этом тесте также overkill нам показали как выглядит новая турелька то есть она будет выглядеть совершенно по-другому нежели как и раньше и также у нее появится парочка новых и также старых функций в общем турель будет выглядеть абсолютно по-другому думаю что многие из вас уже видели как она будет выглядеть если нет то я где-нибудь в угол на пару секунд помещу фотографию вы увидите все это дело сейчас перед собой и самое главное что у нас теперь будет турель делать в общем турель как я понял будет гораздо эффективнее чем раньше то есть турель будет иметь гораздо больший боезапас так как оружие overkill поменяли в турели то есть раньше это был вроде как пп кипарис если не ошибаюсь а теперь это будет п90 с двумя или даже тремя магазинами то есть турелька теперь будет в качестве эффективности гораздо гораздо лучше но также у турели появился новый параметр который не думаю что всем понравится то есть турель теперь нельзя будет ставить под столы какие-то навесные конструкции либо что-то еще ну в общем поняли то есть турель теперь не будут агрить всех противников это было раньше то есть вы даже наверно сейчас можете зайти и проверить это все дело зайти на то есть собственно купить контракт не крысы хотя бы на вертеле взять парочку от этих вот турелей поставить как обычно в сарай за дверями но узнать эту типичную тактику вот и проверить менты больше не будут у него горится в менты если будут то только когда они увидят увидеть собственно эту турель вот больше же они так тупить жестко и стоят на том месте и смотреть стены даже не видя эту турель не будут вот так что overkill наконец-то поняли эту главную фишку по идее и решили ее исправить есть ставлю хотя там есть там есть уже убил это уже пожалуй захилились на всякий так вот и к слову уже тут во время хайста выходим на улицу с сервером у нас было такое решение посканировать хотя бы одно тело и унести как можно быстрее связание отсюда потому что лично я уже упал примерно три раза да потому что у меня был уже серый экран мне пришлось взять аптечку вот соответственно у меня сейчас стопроцентное хп и при этом я двигаюсь гораздо медленнее и сейчас буду дамажить с помощью ближнего и собственно крестей наружая гораздо гораздо меньше так как я еще потратил свои последние перки свои последние очки науков на прокачку берсека которые у нас пока что в оригинальной ветке штурмяка находится вот и что хочу сказать что также по поводу этого вызова и хайста на самом деле перки кузы не так уж и плох если вы используете его overkill вот а если вы используете его на датыше то вы либо очень поехавший человек либо человек который в принципе знат то что он делает но вам нужно с и кузы использовать какой-нибудь билд который поможет вам выживать вот потому что и кузова не бот не восстановить хп он бот вам не давать никакой дополнительной брони он будет вам давать просто халяна берсерк и восстановление брони так что я думаю даже что никто из вас никто не видит человека ни разу жизни который используйте кузу это самый непопулярный перк на данный момент вообще в всей игре который почти никто не использует вот не знаю как вы но до этого никто из четырех нас не использовал якудзу до этого видео дима кидай сервер вниз у кого есть инспайра подгоняйте вот их сломы сейчас продвигаемся уже почти концу миссии вот это бросай мешочек вот и сейчас эмоции у всех будут просто переполнять не знаю как другие но после этого хайс я чувствовал себя каким-то не за чемпионом и королем по идее потому что мы сделали по-настоящему невероятную просто события такое такой подвиг то что вряд ли бы многие из других хита игроков смогли бы это сделать и вы точно на ю тубе не найдете 2 такой видос как 4 чувака выполнять дитвиж с самым отстойным перком и при этом еще у них есть члены команды которая 59 уровня вообще даже не прокачаны вот и к слову за это во время второй сходки когда мы играли вместе которая также я еще раз повторюсь будут проходить также будущем и моей группе в стиме так что если вы еще не подписаны то обязательно заходите все ссылочка в описании сотки обычно сходки обычно проходят где-то примерно вечером от 7 до 9 часов и длятся не на ваше уже осмотрение либо на моем то есть примерно это 2-3 часа как минимум мы всегда играем во время этих сходок ну что друзья надеюсь это видео вам понравилось так как мы очень сильно для вас старались сделать его как можно быстрее интереснее так что ставьте обязательно лайки чем больше лайков тем быстрее выйдет следующее видео и давайте если вам не сложно наберем под этим видео хотя бы 100 либо 150 лайков и следующий видос по вызов принят не заставить себя долго ждать также я хочу сказать если вы еще не подписаны на мой канал то обязательно подписывайтесь также заходите нашу группу в контакте и в стиме все ссылочки в описании я хочу пожелать удачи и всем до скорого пока пока не мать разорвать фон уже вижу шлем поможем он один не справится прикройте поднимаю я же говорю нормально я же говорю нормально придумал 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 11 10 10 11 10 11 11 11 12 12 13 15 15 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 22 22 22 23 23 22 24 24 25 Субтитры сделал DimaTorzok